Дом 35 по улице Садовой признан аварийным еще в 2010 году. По информации Департамента управления имуществом, жителям сразу предложили другие квартиры. Но люди сами отказались переезжать. Чтобы разобраться в ситуации, глава Самары пригласила жильцов 35-го дома на прием. Выяснилось, что в 2010-м жителям аварийного дома направлялись письма с предложением других квартир. Но дошли они не до всех. Они с уведомлением были отправлены? Они были, нет. К сожалению, письма были направлены без уведомления. То есть подтверждение, что люди получили эти письма, у нас никакие? У нас нет, в департаменте нет. Давайте мы сейчас этот пройдем, процесс этот пройдем сейчас. Да, жаль, что это два года спустя, к сожалению, что время столько упущено. Но давайте его восстанавливать. Поэтому у вас есть старшие подумки? Чего так надо вам такого организовать? Да мы там все вместе как бы живут. Я понимаю, Екатерина Теновна, что, наверное, это вы. Нет. Старшие. Ну а кто там старшие? Я по возрасту. Да. А у вас как в армии не по возрасту, а по выслуги. Я так понимаю. Я хотел бы, коллеги, вас просить, раз уж мы сегодня, Елена Николаевна, Екатерина, как-то этот процесс с вами дальше вместе провести. Дмитрий Азаров поручил организовать для жителей ознакомительную поездку в поселок Озерный. Предварительное согласие на переселение в переулок Сиреневый от некоторых семей уже получено. Единственная у нас проблема, два сына как бы выросли, одному 25, другому 21 год, а нам сейчас двухкомнатную квартиру предлагают. Озерный мы согласны переехать, с мужем, с двумя детьми, но только единственное, что у нас одно условие, чтобы дали хотя бы побольше жилья. И все. Переселение собственников приватизированных квартир – отдельный вопрос. Для решения проблемы дом планируют включить в областную целевую программу переселения граждан из Ветхого и Аварийного фонда. Это позволит предоставить собственникам квартиры по договору Мены. На отработку поручений, связанных с обращением в правительство, Дмитрий Азаров дал чиновникам две недели, чтобы подобрать квартиры для остальных жильцов 10 дней. Лариса Шлафаст, Алексей Золотенков, ГИС События.